МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Октябрьский район и суд прекратил уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Волгограда. На скамье подсудимых Кристина Лиманская оказалась за использование сверхъестественных способностей. А точнее, за мошенничество, совершенное под видом снятия порчи. Жертвой Лиманской стала саранская пенсионерка. С ней злоумышленница познакомилась 12 сентября на рынке Заречный. Она сообщила женщине о том, что якобы на ее и на ее сына наложена порча. И предложила для снятия порчи провести обряд. Для магического ритуала нужно было всего несколько предметов. Соль, носки, стакан и, как ни странно, деньги. Ведь именно от них все беды. Пожилая женщина поверила новой знакомой. Для того, чтобы раз и навсегда избавиться от несчастья, она вместе со злоумышленницей пошла к ближайшему банкомату и сняла с карты все свои сбережения. Это 53 тысячи рублей. Далее дело оставалось за малым. Сам обряд. Лиманская сказала, что денежные средства необходимо положить в платок, платок завязать в узелок, узелок положить в пакет, в пакет перетянуть резинкой и передать ей, для того, чтобы она произнесла слова для снятия порчи. Как выяснилось уже днем позже, магия происходила не там, где ее ждали. И знакомка незаметно подменила сверток с купюрами. И когда на следующий день потерпевшая, не последовав рекомендации гадалки, открыла его, то обнаружила внутри не деньги, а нарезанную бумагу. Пенсионерка обратилась в полицию. В скором времени целительницу задержали. Она сразу во всем созналась и стала оправдывать свой поступок тем, что просто хотела выиграть спор со знакомой. Я просто стала говорить, что у меня на самом деле есть в роду такой человек, который занимался этим, то, что лечил. Она мне не верила. Она говорит, ты все ерунду говоришь. Я решила доказать. После задержания Лиманская очень просила прощения у своей жертвы. В итоге бабушка решила закончить эту историю мирно. В судебном заседании потерпевшая представила суду заявление с просьбой прекратить уголовное дело в отношении Лиманской в связи с примирением. И в связи с тем, что Лиманская принесла ей свои извинения и возместила полностью причиненный ей материальный ущерб. В итоге решением суда стало прекращение уголовного дела в отношении жительницы Волгограда. Но это постановление в законную силу пока не вступило. Дарья Аберясева, Игорь Гангаев, программа «Происшествие». В Мордовии направлено в суд уголовное дело в отношении депутата, обвиняемого в краже цветного металла. По версии следствия, обвиняемый днем 15 июля 2017 года на железнодорожной станции Патьма Куйбышской железной дороги совершил кражу цветного металла, принадлежащего Розаевской дистанции электроснабжения. Работники с дистанции электроснабжения, заметив пропажу, обратились в правоохранительные органы. Сотрудники транспортной полиции, проведя оперативно-розыскные мероприятия, обнаружили похищенное в личном автомобиле обвиняемого, когда он хотел реализовать металл в пункте приема. На первом же допросе у следователя мужчина дал признательные показания и стал сотрудничать со следствием. При этом он пояснил, что в день кражи отправился в лес за вениками, однако, заметив никем не охраняемый цветной металл, решил им завладеть. Материалы уголовного дела после утверждения обвинительного заключения направлены в Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия для рассмотрения по существу. Уголовное дело было возбуждено лично руководителем следственного управления и находилось на его контроле. Дмитрий Захаров. Старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Расследование уголовного дела по факту обрушения лестничного марша в новостройке продолжается. Напомним, происшествие случилось около двух часов дня, 13 ноября, на пересечении улиц Фурманова и Гагарина. В результате ЧП погибли три человека. Это Равиль Кокурин, Дмитрий Колесников и Светлана Гущина. У всех остались семьи. Четвертый человек, который находился под завалами, Геннадий Цыганов, находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. Разбор завалов, как заявляет Следственный комитет Мордовии, продолжается. Следователи и криминалисты проводят дополнительные осмотры места происшествия с привлечением спасателей, строителей и специальной техники. Продолжаются опросы очевидцев. В рамках расследования уголовного дела проверят производители лестничных блоков и железобетонных конструкций. Уже сейчас Следственный комитет заявляет, цитата, «В результате проведенной работы, детального изучения места происшествия, показаний свидетелей и очевидцев, следствие считает в достаточной степени установленной техническую причину обрушения лестничного марша. Однако в интересах следствия более подробные сведения в настоящее время не разглашаются». Конец цитаты. Анастасия Семушева, программа «Происшествия». Больше березняковская полиция разыскивает без вести пропавшего Толоконцева Александра Александровича 1993 года рождения, который 16 ноября 2015 года примерно в 4 часа 30 минут выехал на своей автомашине по направлению в село Большие Березняки и пропал при неизвестных обстоятельствах. Приметы Толоконцева. Рост 165-167 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, коротко пострижен, глаза серо-голубые. Был одет. Шерстяная кофта крупной вязки серого цвета с капюшоном с шнурком. На кофте имеется надпись на английском языке. Штаны спортивные темно-синего цвета. Кроссовки зимние серо-синего цвета с белыми вставками. Особые приметы. Имеется послеоперационный шрам на правом плече размером 15-20 см. Если вам что-либо известно о местонахождении Толоконцева, просьба сообщить по телефону в Больших Березняках. 2-23-70, 2-13-74 или 102. Четвертый отдел полиции Саранска разыскивает без вести пропавшего Николаева Геннадия Николаевича 1960 года рождения, который 28 октября 2017 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Примета Николаева. Навед 60 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза серые, носят усы. Особые приметы. Хромает на левую ногу. Был одет. Куртка балоневая, камуфлированная, брюки черные, шапка вязаная черная, ботинки черные. Если вы располагаете информацию о местонахождении Николаева, просьба сообщить по телефону 76 08 80 или 102. Зубополянская полиция разыскивает утратившую связь с родственниками мать троих несовершеннолетних детей Коробкову Елену Павловну 1985 года рождения. Разыскиваемая в декабре 2016 года уехала с жителем села Салтыково Рязанской области, после чего связь с ней была утеряна. Ранее Коробкова неоднократно уезжала из дома на длительный период времени, оставляя детей без надлежащего контроля. Всем, кому-либо известно о местонахождении Коробковой, просьба сообщить по телефону Зубовой поляне 2 14 02 38 59 31 или 102. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали смс с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику, не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. 105 и 6 ФМ 105 и 6 ФМ Милицейская волна Мажорная охрана город 2 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok